Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приехали на Тонкий мыс, хотим вам показать море, погоду и я думаю, да, и человек, который в декабре купается. В общем, вообще у нас очень тепло, градусов 13, светит солнце, как вы видите, ни одного облачка на небе нету, но из-за того, что мы выехали более в открытое море, у нас здесь дует моряк, и поэтому образовались вот такие волны. Бухта вообще вся спокойная, там просто, там ну вообще нету волны, вот, и мы решили приехать и показать конкретно вам, потому что давно мы уже сами таких волн не видели у нас в Гвинжике, да, и вот мужчина купается, я вам скажу, что вода, я не знаю, сколько градусов, но я сомневаюсь, что она сейчас теплая, несмотря на это, видимо, мужчина очень закаленный. Не буду долго болтать, покажу вам море, красоту и небольшие волны. Еще бы передать вам вот этот запах, который сейчас морского, морской такой воздух, море, очень круто. Да, такой кайф, ух, волны вроде такие, ну, добротные, а на самом деле ветер очень слабый, еще и южный. Ой, как круто. Сегодня видео релакс, а в конце видео я вам обязательно покажу, как я сегодня буду готовить обалденный пирог с картошкой и фаршем. Убултыхается в водичке, ему хорошо вообще. Если честно, изначально мы, когда сюда пришли, я показываю Кристине, я говорю, я думала, это человек, она говорит, это человек. А я почему-то думала, что это буйок. Сами посмотрите, как-то странно это все выглядит. Пойдемте, сходим на ту сторону. Ау, ой, чуть не упала. Это опасно, меня может обрызгать. Ну, конечно, это круто. Давно у меня в видео не было. О-ху-ху. В море волн давно не было, поэтому я решила приехать сегодня сюда. Я, конечно, не думала, что будут такие волны. На самом деле, хотела просто вам показать изумрудное чистое море. Но, увы. О-о-о, идет, 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 смотрите. О-о-о-о! На меня прям все! Нет, нет, подожди! У меня начинает кружиться голова, когда я такое вижу. Если честно. Да, брызгала меня немножечко. О-о-о! 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 О-о! 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 Поехали обратно. Ребят, я думаю, 5-ти минут ролика о морюшке вас сегодня зарядит позитивным настроением, солнцем. Я думаю, что каждый сейчас представил себя на этом пляже, на этих камнях и почувствовал вот этот запах моря, запах счастья, солнца. Это неописуемо, просто неописуемо. Это лучший город в мире. Дорогие друзья, сегодня я решила постряпать пирог с картошкой и паршем. Чтобы вы понимали, я ни разу не стряпала ничего подобного, и я никогда в жизни не заводила тесто, только на блины. Мама мне показывала, как под ее присмотром я все это делала. В общем, я начинаю. Для теста мне надо сметану, соль. А-а-а-а! А сода где? Вот она сода! Да, сода. Ложку сода. Одну-вторую, по-моему. И масло. Масло, соль, сметана. Сода. Масло. Все. Да. Сейчас мы... Ну и мука. Сейчас мы все это буду попробовать. Я заводю тесто. Потом, в общем, покажу вам процесс всего происходящего. Не знаю, что у меня получится, но я надеюсь, что должно хоть что-либо съедобное получить. В общем, вот такая консистенция у меня получилась. Я забыла вам сказать, что сюда еще надо добавить яичко одно. Сейчас я буду добавлять муку и затем начну делать начинку. Так, вот что-то похожее на тесто у меня вот такое вот получилось. Сейчас мы режем мелко лук, картошку и добавляем фарш. Ложим соль и добавляем специи. Я специи взяла вот такие вот. Возьму типа для курицы с чесноком, сюда закину и будет вообще потрясно. Это для смазки сверху. Уже сверху пирога, да. Добавлю перчик. Сода нам уже не нужна. Ну вот, давайте начнем. Надо получить две части. Одна побольше, одна поменьше. Одна снизу будет, одна сверху. И вот внутренности у нас получились вот такие вот. Я попробовала. Вроде вкусно. По соду, по специям, по всему. Короче, не знаю. Сейчас буду делать. Посмотрим, что у меня из этого получится. Я все понимаю, но что-то у меня с моим кругляшком в 40 см пошло не так. У меня не очень круглый прям он получился. И немножечко даже рваный. Но ведь ничего страшного. Сейчас я сделаю вторую свою крышечку нашего пирожка и все это красиво заделаю. Ну, очень аппетитно смотрится. Вы себе даже не представляете, как это все вкусно пахнет. Ммм, ням-ням-ням. Так, дорогие друзья, вот мой шедевр закончен. На данный момент я покрыла, значит, вторым слоем теста. Сделала надрезы, как показано в инструкции в рецепте. И все это смазала яичком с одной чайной ложечкой воды. Вот. Я думаю, что мне, наверное, пора идти на передачу кухни. Как думаешь? Шедевр? Шедевр. Ты видела, чтобы мама хоть раз готовила пирог? Только пельмени мы стряпали. Вот это все. Да? И то, которые у нас не получились. Ну, это сейчас я все уберу. Это же рабочая зона у меня была. Все, отправляем наш пирог в духовочку. Ну, видим, тесто у меня какое ровное, да? Я прям хозяюшка. Да? Отправляем наш пирог в духовку 200 градусов на 40 минут. И посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, семье у нас никто не отравится. Вот такой шедевр у нас получился. Я не знаю, конечно, вкусно это сейчас будет или нет. Но я предполагаю, что... Ну, как на картинке, как должно быть. И даже не видно, что я криво тесто сделала, да ведь? Да. А пахнет-то как. А, божечки ж ты мои. Сейчас отрежу. Недоразумение. Вот не надо было мне ложить фольгу. Ну, а так выглядит очень аппетитно. Прям очень. Посмотрите. Тоненькое тесто. Посмотрите, как это вкусно. Но я надеюсь, что с фольгой он не будет отходить. Он нормально будет отходить. Божечки, это просто нереально, ребятки. Советую всем сделать.